друзья всем привет мы с вами на ржд арене и у нас сегодня не матч дай а так как недавно нашим любимым стадион исполнилось 22 года мы решили вам показать сколько же он изменился но рассказывать я буду не одна а с человеком из-за которого я начал полить не рвили дина всем привет ну что мы сразу начинаем ты помнишь как он вообще здесь появился но я помню что об этом говорили два года что надо какой-то апостамет сделки поставить туда как как раз паровоз 2006 год сама церемония открытия мы не смогли попасть ну а теперь это мне кажется на достояние нашего стадиона и до этого места да давай пойдем поговорим немножко табличках достаточно много места еще свободно и можно сдвинуть его еще будет больше какие твои кубки здесь есть ну как вот отчасти я уже был немножко при команде с 2001 года в основной команде я был чемпионом россии 2004 год ну соответственно был еще кубок 2007 было две бронзы а еще был супер кубок россии вот ну а дальше это уже более современной история а какой для тебя из этих кубков наверное самый памятный ну конечно чемпионство 4 года как как это забыть это дебютный сезон в основе был 2003 меня привлекали там я заявки был ну так вот с командой тренировался вот а первая игра у меня даже была на кубок с химками это был 2004 год потом две игры я сыграл за дубль и потом уже в основе и все как уже а сейчас мы подходим как мы между собой называем майбуху среди автобусов а это наш новый автобус да расскажи как вы на матче приезжали что тогда был за автобус как он выглядел что было внутри автобус был немножко других цветах у нас получается превалирует зеленый да у нас был он красный но тоже со всеми логотипами да такой скажем так ну предыдущего на поколение то сейчас автобус конечно другому выглядит и по другому по комфорту а если мы на игру за то мы ездили тогда еще разрешали по из баковки когда едешь разделительный с мигалками потом был по такой поворот на арбате влево на прям сразу на садовая через сплошную перекрывали нам движение два блатные ну так было да гаишник и закрывал мы поворачивали влево там поворот это нету все стояли такие замучались что происходит и там просто локомотив бортом туда всем светанули всем пока и поехали и без пробок спокойненько доезжали до стадиона потом к сми галки отменили тяжелее стал парни они как раз набирают давайте мы зайдем внутрь посмотрим что же внутри у нас сейчас это шик просто тут скажем так ребята кто постарше сидели в основном по одному я когда в команду попал одно место было как-то по другому расположение кресел было мы с димкой получается в конце сидели вдвоем но в конце тоже козырные места на самом деле ну если честно я просто подсел там дим я подсел делать вместо не было и вот где-то не самом конце где-то вот здесь у нас было только у нас было 22 мне кажется это максимум но ты потом все время сидела же на этом месте не стал его меня причем я любил по левой стороне сидеть и в окошко смотреть вот и получается так что задние виды тоже кто-то из старших я не помню уже сейчас сидел занимал все четыре нас перед там капитан все кто ребята постарше ну по заслуженной а еще тут есть розетки и зарядки и вода вот раньше такого не было у нас ну и там как то даже не думали что-то ну раньше такого не было что прям все сидят там player у меня был этот локман или как-то подожди но не низ диском диском с диском и тогда клип еще популярный был это ракамакафо и как я вообще так сейчас не так не сырья соча поддержать пошел на это мероприятие вот и там то есть музыку поставил и сидишь слушаешь и смотришь в окошко какие-то так сказать ну традиции перед матчем чтобы ты почти всегда всегда брился всегда брился а если брился но вы проигрывали да и я как бы ну просто не там может быть какой-то трек мне у меня был плейлифт перед игрой обязательно там все мои треки любимые в основном там рыбчина какая-нибудь или урок выходил на поле слева и справа ноги и вот это вообще не самое главное я не любил последнего выходить на поле вот это вот как бы так старался равно где-то там пролезть хотя бы предпоследним ну все супер майбах так ну что же теперь мы переходим зоне где игроки заходят на стадион можно сказать как раньше выглядела на она дверца была вот такая вот красная то есть сейчас это как сейчас модно называть open space да 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 сразу не надо усилить солидно смотрится а так-то в этом же месте был вход и и там же но мы пройдем красота сразу внутрь вот это зона сми а кстати я помню я смотрел тоже послематчево интервью но как это выглядело для вас сейчас же но обязательно надо выйти пообщаться раньше не было такого обязаловки потом велись чтобы ну и больше рассказывать об игре и то есть это уже обязанность такая скажем так футболист а ты любил давать после матчево интервью кому-то любил кому-то нет так нелюбимые определенные там люди которые ну там любят провокационные задавать там если проиграл тут вообще ну конечно беда беда не ну я старался отвечать потом когда еще капитаном стала вот уже тоже обязанность стала то есть на какие-то даже пресс-конференции надо было ходить но сейчас это на другом уровне уже назовешь топ нелюбимых вопросов от журналистов топ нелюбим что у вас не получилось вот так почему не забили почему да вот стоишь разглагольствующего тактика мы и конечно не хочется всегда банально отвечать но если банальный вопрос и и как бы не знаешь что ответить банально не банально хорошая игра тут много корреспондентов в рядок стоят и один начинает спрашивать они экономят время и сразу вот так вот еще три четыре микрофона и ты сразу одним махом можешь отстрелять а еще хотела спросить насчет болельщиков вот как для тебя когда они встречают ну они же нам хотят чтобы ты пить и у нее отбил чтобы ты внимание по полчаса стояли после фотки автографы там кто-то там подарки дарит там расписаться на этих на флагах на шарфах там было что-то прям ценное что тебе дарили но скорее всего девчонки там наверное распишись там не но у меня была на базе была такая отдельная полка шкаф там письма рисунки а снизу под ним всякие игрушки ну дарили которые ну я все забирал а жена не ревновала когда девочек много было ну это я уже тогда этап этот прошел когда мы с женой познакомились его мне там таких пару грозных приходила песен да ну типа там причем но потом все как-то само собой кстати вот на самом деле я задумывалась о том что некоторым игрокам например там кита важные моменты они не забивают и возможно вот так потом ну какой-нибудь эмоциональный болельщик может подойти не подсказывают ну как бы не угрозы но претензии конечно как я называю это святая святых раздевалка нашей команды изменилась кардинально во первых вот эту зону изменилась вот тут что было ты помнишь да тут было всего две кушетки для массажа ну тут я не любил выстираться там перед игрой но потому что всякие мази которые там что-то были люди которые прямо обязательно перед игрой после игры ложились тут было два стола у нас был три массажиста за час нами до игры то все было зарезервировано а вот вспомнишь кто почти не связал с кушетки ну марат измайлов он растираться любил там что-то пожаловаться тут у него там болит что было за это дверью ничего не было ничего теперь у нас получается тут получается проход-переход дальше это дверь и все и конец раздевалка три раза увеличена да вот эти по моему нас были вот они старые где-то здесь аура марата измайла туда лицом и спрятался и можно заснуть на базе такие же были кстати а тут сейчас вот еще тут 20 коек да ты знаешь что это это барокамер да вот ты вообще не не было такого впервые впервые услышал до в англии только увидел но там она не так немножко выглядела наверно какая-то супер современно бывает что крио камеры но креона да все верно ну тут конечно все на высшем уровне варежки как и насколько я знаю надеваешь да да там что-то минус да сейчас в принципе все большие клубы стараются уделить внимание восстановлению но это же работает работает да ну у всех по-разному же финансовые состояния да да и не все клубы все могут позволить ну вот такие вот блага так скажем на базе у вас они появились они это позже 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 это а здесь теперь получается можно сразу после матча пойти восстановиться не надо ехать на базу потому что раньше мы раньше ты начнешь восстановление после нагрузки тем лучше потому что время экономится и надо быстро это все восполнять давай честно как у тебя восстановление после матча восстановление у меня было да 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 ну вот этого пива в холодильнике не было здесь нельзя было тут вообще раньше икона была где-то тут а вон да а тут вот раньше она где-то здесь стояла сиденье вообще были другие у нас были супер неудобные сиденья то есть ты садишься и проваливаешься прям ну он еще качалась ну кстати популярная модель но она больше для отдыха а ты где сидел я изначально сидел вот там ты пришел получается просто свободное место которое было тебя до посадили но они раньше понимаете раньше была заявка 18 человек до когда это попал команды тут конечно стулья стояли на 18 ну там и тут тренерский штаб и ребята которые поопытник постарше они там по заслужению не сидели в этой стране я не просто здесь вратари были остальные вот мне вот досталось вот где примерно где между не нахуй и пеняем вот там так получилось что потом попозже уже когда я сидел там на месте барина морозова морозова а кстати музыка перед игрой ну вот как каждый индивидуально у нас не было какого-то определенных пред плейлист допустим есть в англии там овертона не просто каждый там подвел по два трека туда закидывал и получался общий командный лист и как бы такую колоночку заносили она музыка играла у нас было так что мы каждый ну сам все хочет то есть слушать то есть общего не был такой раньше тут были другие немножко ну как в другом формате были весь коридором было ну как в исторических моментах сейчас это сделали ну как обособили получается стены зеленые были перекрашены они были красным вот этот золотой матч от все знают это войсков когда забил это почка на свои фотографии увидел впервые на стадионе я видел свой краешек фотографии сначала тут есть как раз таки мы и я вспоминала это спахи сюда спахи чинованович ехимов да ты знаешь где он работал недавно и может быть работал сейчас работают молодежки наши это рыжиков сеня самет не но это на самом деле у меня еще есть цикл этих фотографий там нос запразднования и получилось ну как в одном стиле все да вот они все в такие конфетти и вот это и везде у меня где-то половина нам история была вот эта ножка она очень хрупкая вот это вот снизу которая и получается так туда наполнили на жидкости с газиками и ну соответственно он и так тяжелый и вот так его поставили ну то есть надо бы может как-то аккуратней ставили ну и получилось что она тут вот трес но ее потом подлатали же я слышал это ярославль это вот как раз празднование наш треков еще помощник всей чеснауски с лима это наверно гурик гуренко ну этого спа ну давай сразу как раз перейдем к теме капитанство как тебя выбрали капитаном было голосование на базе мы писали на листочку да капитан вице-капитан и так получилось что да я набрал больше всех а помнишь эмоции вот я растерялся я растерялся тут ну просто и гуренко рядом сидит что иногда постарше и так получилось тогда вот такая перестроечка да в команде и ну и как-то я думаю ну не отказывался же это новый вызов вот как сказать ну ты все-таки там помладше кого-то и не было ну это же получается слова нужно важные говорить держать раздевалку вот как ты сам себя в этот момент ощущал что должен был готов и поэтому да не я по ходу потом учился во первых я вырвался пенальти себе сразу сразу сказал пенальти бью я до свидания вот ну и как то так ну принципе ребят были нормально все такое в команде все готовы и так получилось что несколько заслуженных людей покинули команды и ну количество проведенном локомотиве я был практически там но один из пяти там шести человек которые дольше у меня вранцы плицевал историю потому что когда мы вводили сборную россии я говорю я хочу выводить венера теперь по моему это первый матч с лихтенштейн или люксенбург я не помню кто встал но на один из матчей я все-таки стоялась но это когда вот за руку да да я маленькая вообще неприметная девочка была я такие такие и я рассказываю что потом с португалии получается на другой стране криштиан и фигу стоял такие мнения это наши сборные наши хотим какие там звезды и даже я к тому насколько на самом деле но маленьким детям иногда это важно и для них это воспоминание может но отложиться на всю жизнь то есть вы такие но это рядовая история там какой-то ребенок а вот я там день по сколько мне лет уже было но для меня это очень было круто я выхожу вот эти вот трибуны огромные мы представьте мы трясли флаг лига чемпионовский на динамо правда потому что стадион строился я был в академии тренировались там этот флаг трясти потом мячи подавали там реал по моему был что-то рома еще кто-то и вот на старом динамо играли и у нас были тренировки трясти этот флаг а вот стадион до самый первый наш стадион получается мотивский он первый стороне ну помимо лыжников именно вот чисто футболь это был я не беру раменска как бы ну там другого уровня а когда этот стадион вели эксплуатацию я сидел вот где-то вот здесь внизу нам дали билеты мы смотрели матч с уралом как тебе стадион 2 туда вообще никаких не было я был на обычных таких кругов ну как дорожка дорожками вложниках сидишь ничего не видно ну тогда дорожки были а когда сюда попали конечно вообще другое как театр был на скамейке табло какое-то определенное же место тоже наверное но она правда сейчас закрыта но все равно мое первое место было где-то ближе к концу сейчас скамейка то длинный стал там тогда было короче скамейка и и разминаться можно было за воротами нас отправляли мы на динамо заминались тут я по-моему то ли с ротором играли я за воротами раз мы ждали мы за воротами были мы ждали когда игроки пойдут разминаться чтобы посмотреть на них поближе да это кстати классно ты знал что сейчас локомотивы есть разминка внутри да так сейчас вот многих стадионах делают специально это то время не было сейчас это сделали это правильно давай поговорим конечно так воспоминания какой матч наверное да их много на самом деле был ну так вот так вот пальцем в небо ну конечно международный матч они так остаются последний голос локомотив вот циска мы сначала спрашивали он с нашей помощью как-то вспомнила у тебя циска через к последний гол да и какой год девятый подача едбаева по моему скидка голышакова я с правой ноги до в нехарактер кинфееву забил матч 21 сычев забил перейдем теперь к твоей другой деятельности ты у нас тренер в академии как тебе как изначально ну как бы пригласили как все это было расскажи просто ну начнем с того что я как бы тренер по индивидуальной работе согласился со второго раза да так у меня загруженность довольно таки большая и первый раз была беседа еще в том году я приезжал сюда побеседую показали что как ну я так что-то пока рано более учебу только начал то есть на лицензию пока рановато сейчас как бы так получилось марте месяца уже встретился с борис борисовичем и как бы он все так вот писал я думаю на чем надо пробовать в процессе учебы то есть это полезный опыт мальчишками там поработать там и постарше ребята и молодежная команда сейчас девчонок нам дают тренировать когда вы разговаривали с борис борисовичем для тебя было важно ну вот инфраструктура которая здесь есть и что ты можешь выделить важно ну да и по я понимаю не конечно хочется всегда больше там больше полей нам надо больше там чтобы детей больше приходил там на наборы больше квалифицированных тренеров сама структура вот академия вообще всего клуба она должна быть очень четко выстроен мне кажется что здесь это ну как бы на хорошем уровне есть чем сравнивать это вообще новыми да и а вот тот манеж который вот где я занимался где руку можно было сломать с этими с дырками там заходишь скамейки были и дальше манеж такой узкий кишкой что почему ты говоришь там руку можно а там бар бар ты были такие доски отбита и между досками была щель туда если зацепишься и как-то ты ну порыве борьбы там можно и руку сломать что хочешь там можно делать я там все за нос посадил на штук 20 это уже сказка как раз снова я выходила на это поле когда она только-только открывалась и честно говоря тоже была в шоке мне сказали что здесь у нас поле самого последнего поколения помню услышала впервые в каком же клубе была честно говоря не помню я просто хотела воочию увидеть как выглядит это самое последнее поле хотела на него ступите теперь даже в академии есть такая возможность не но поле понятно но за ним уход нужен такой-то их чесать надо это не просто так постелил и забыл стелил забыл знать через полтора года его опять надо менять уход 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 ну и давай наверное завершение целом твои впечатления сейчас о стадионе и может быть какие-то пожелания нет вообще стадион понятно супер у нас один из лучших стране я думаю даже не обсуждается и по качеству просмотра футбола и он отремонтирован недавно со мной был человек который в каком году получается в мотиве я попал как раз когда стадион построили поэтому не случайно он гость этого выпуска спасибо за просмотр подписываемся ставим лайки и спасибо людям которые делают нашу арену лучше думаю мы на этом еще не останавливаемся